Просто мне нравится, как это звучит. Завтрак аристократа. Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! И с сегодняшнего дня я ввожу новую рубрику. Ну, во всяком случае, раза три-четыре выйдет такое видео. И если оно пойдет, то я оставлю эту рубрику на канале. И будет она называться «Завтрак аристократа». Что меня вдохновило на название, на такое название рубрики. Это мои детские впечатления, эмоции от картины «Завтрак аристократа». Знаменитая картина Павла Федотова, на которой он изобразил обедневшего аристократа, который прикрывает вот чем-то там листочком или чем-то горбушечку-корочку хлеба свой скудный завтрак, потому что к нему кто-то должен сейчас войти. И он очень боится, что кто-то увидит, что вот он питается так скромно, так скудно вот этой вот горбушечкой черного хлеба. И на его лице написан такой испуг. Знаете, еще в детстве эта картина меня потрясла. Даже не знаю почему. И я навсегда запомнила вот это словосочетание «Завтрак аристократа». Конечно же, никакой смысловой нагрузки я вкладывать не буду. Сама я завтракаю очень по-разному. И почему бы не поделиться какими-то интересными идеями с вами, дорогие мои любимые зрители. И сегодня мы будем делать вот таких два бутерброда. Пожалуй, с этого и начнем. Или начнем с того, что я вам расскажу, почему я предстала в таком образе, в челме. Знаете, когда я анализировала недавно свой канал, я поняла, что мой самый популярный ролик на сегодняшний день раньше это были сумки, а сейчас это «Как завязать челму». Вот. И я подумала, а не воспользоваться ли мне самой советом из своего ролика, где любовь показывает, как она это делает. Смотрите, как я сегодняшний образ свой создала. Я повесила такие большие, огромные серьги-комплот, которые, в принципе, нужно выгуливать, когда волосы убраны, когда вот это место вот открыто. А у меня обычно всегда такие распущенные волосы. Эти серьги, в принципе, никогда не могли, ну, хоть как-то, хоть как-то заиграть. Мне было это обидно. И вот, наконец, настал их день и час, что называется. На самом деле, я сегодня ухожу. Я одета уже по уличному, можно сказать, по петербургской летней моде, когда без курточки никуда. Вот. В зеленых тонах. Это такой вот леопардовый у меня шарф разноцветный. Я закрутила челму. Хочу оставить ссылочку на это видео. Если кого-то заинтересует, почему бы не поразнообразить свои летние аутфиты. Ну, а сейчас возвращаемся к бутербродам. Посмотрите, как я их делала. Так, дорогие друзья, для нашего завтрака аристократа потребуется два вот таких вот кусочка хлеба. Хлеб можно выбрать любой. Я взяла бородинский, он мне очень нравится. Итак, займемся одним из главных ингредиентов этого бутерброда авокадо. Он должен быть очень-очень мягкий. Если вы купили жесткий, нужно его обязательно выдержать и дождаться, чтобы мякоть авокадо была такой же нежной, как сливочное масло, которое можно будет намазывать на хлеб. Разрезаем. Вот видите, он прекрасно режется. Отделяем от косточки. Видите, уже там потемнел. Косточка легко вынимается. Сразу лучше полить лимоном. Немножко убираю вот это черное. И выскребаем содержимое авокадо в мисочку. Теперь разминаем вилкой. Чтобы получилась такая масса, знаете, как вот сливочная масса. Ну, можно, скажем, кто любит большие кусочки, можно кусочков больше сохранить, можно больше размять, то есть как пюре такое сделать. Ну, мне вот нравится что-то такое среднее. И теперь берем наш хлеб, да, и наносим на него вот таким вот достаточно толстым слоем авокадо. Авокадо. И второй. Ну, вот у нас получились два прекрасных бутербродика. Можно, если вы мало едите, один отдать мужу, один самой съесть. Ну, или если вы любите поесть, то можно зарядить себя энергией и съесть два бутербродика. А теперь, внимание, вишенка на торте. Красная рыба. Я купила семгу. И можно форель, можно лосось использовать. В общем, все, что угодно. И получается просто обалденно вкусный бутерброд. Согласитесь, просто вкусно, достаточно полезно. Но единственное, что не очень бюджетно. Но иногда можно побаловать. И, конечно же, сейчас мы попробуем. Сегодня не будет такого, знаете, мукбанга, когда я буду долго есть. Мы с вами потом еще обязательно поговорим. Но, естественно, продегустировать нужно. Я сварила кофе и пью его в своей любимой чашечке с портретами Модельяни. Кстати, эту чашку я купила на выставке в музее Фаберже. Кто приезжает в Петербург, очень рекомендую посетить музей Фаберже. Так, вот видите, кофе у меня там не так уж много. Но просто саму чашку я очень люблю. К тому же она очень видеогеничная, если так можно сказать. Ну ладно, пробуем бутерброд. Знаете, это просто потрясающе. Вот моя дочка, она меня научила делать такие бутерброды. Здесь очень важно, чтобы авокадо был нежный. Вот он прям как размягченное сливочное масло. Заходим до рыбы. Рыба не очень соленая, а такая вкусная, нежная. В общем, обалденное сочетание. С кофе просто истинный завтрак аристократа. Так, ну все, позавтракали. Я съела один бутерброд, один оставила сыну. И поговорим немножко. Сели, смотрели видео. Собчак, вообще Ксении Собчак. Кто подписан на ее канал. Напишите, смотрите ли вы все ее видео. Я хотела немножко поговорить на эту тему. Вы знаете, вот она недавно пришла на YouTube. Конечно, у нее сразу много подписчиков. Много просмотров на каждом ролике. И на несколько из них я заходила. И вы знаете, я поймала себя на мысли, что я совершенно не могу смотреть этот контент. Я не могу смотреть вот эти видео с Волочковой. Не то, что они меня раздражают. Ну, в смысле, Ксения и эта Волочкова. Но мне кажется, что это такая пустота. Мне кажется, это такое, ну я не знаю, просто какое-то дурацкое времяпровождение и трата времени смотреть такие видео. В этом смысле мне даже больше нравится видео, когда я смотрю просто обычную женщину, которая рассказывает о своей жизни, показывает свои покупки, готовит какие-то свои простые блюда, потому что из этого, ну хотя бы что-то можно взять. И я не знаю, что можно взять, например, из видео, где Собчак показывает Волочкову. Все эти высказывания в стиле «Нищебродом здесь не место», вот все вот это отношение к обычным людям, которые транслируются в видео такого плана, ну я не знаю, это просто себя не уважать, смотреть такие ролики. Ксения, как мне кажется, вообще просто оторвана от реальности, от вообще жизни. Она вообще совершенно не тестирует эту самую реальность. И человек, который баллотировался в президенты, человек, который, ну как бы должен понимать людей, его нужды, да, нужды народа, может вот впоследствии, да, как закончилась эта гонка, да, президентская, как этот человек может вообще вот перед этим народом представать в таком лице. Я уже не говорю про этот мат-перемат, это уже как бы, не знаю, для Ютуба это норма. У меня такое ощущение, что скоро я тоже начну буквально матом ругаться. Вот, хорошо, что мама не слышит мои эти записи и не смотрит мои ролики. То бы она сейчас, я представляю, как возмутилась после этих моих слов. Даже вот убираем мат. Все равно всегда видно, человек умный или глупый, он что-то дает, что-то интересное несет, его ролики несут что-то. Я вот даже смотрю Хованского, допустим, да, вот он матом ругается, но я все равно вижу, что это умный, интеллигентный парень. И его ролики просто часто бывает смешно смотреть. Ну, действительно абстрагируясь от вот этого мата. Так вот, возвращаясь к Собчак. Нашумевшее видео, где она пригласила и устроила батл. С одной стороны стола, посадив трех инстаграмщиц молодых девушек, с другой стороны, каких-то якобы светских львиц. Я не знаю, что это за женщины, они никому практически неизвестны, как говорится, широко известны в узких кругах. И вот начался этот батл. Батл сумок, батл брендовых шмоток. И они, как буквально львицы, бросались друг на друга. Еще даже инстаграмщицы вели себя поспокойнее, посдержаннее. Видимо, из-за того, что помоложе, менее опытные. Ну и как бы крыть им особо нечем, потому что, если зайти на их профили в инстаграм, то это в основном полуголые попы, выгнутые позы. То есть, ну, специфический такой вот контент, назовем это. Вообще, чем инстаграм отличается от ютуба? В инстаграм достаточно просто выкладывать... Ну, раньше, сейчас изменились алгоритмы, и раньше было достаточно выкладывать вот такие вот фотографии, собирались люди, подписчики. И блогер, набрав определенное количество подписчиков, начинал на этом зарабатывать, ну, на рекламе, да. Вот. Что нужно для того, чтобы быть блогером инстаграм? Ну, да, иметь красивое тело, красивое лицо. Иногда спорное, потому что, знаете, вот очень часто у нас культивируется красота такая вся деланная, да. То есть, эти губы надутые, там, я не знаю, ну, такие неестественные лица. Я сама, поскольку работаю, ну, в принципе, в этой индустрии, я, как никто другой, очень ценю именно естественную красоту, или такую, которая сделана, но таким образом, что никто об этом не догадывается. Вот это, вот, знаете, вот такая вот нарочитая, с там, с черными геометричными, с урубленными бровями, с губками, уточками, это уже перебор. Но это, как правило, сами люди просят сделать такое. И, да, возвращаемся, значит, к так называемому блогингу инстаграмщиц. Девочки обладают, скажем так, этими данными, то есть, внешностью, фигурой, и имеют возможность делать прекрасные фотографии, профессиональные. Они себя называют моделями, они были на обложках разных журналов в разных странах, на обложках модных глянцевых журналов. И, конечно, я их прекрасно понимаю, они могут зарабатывать деньги своей внешностью, и они это делают. И, скажем так, у многих, в принципе, есть хорошая внешность, но они не сумели это монетизировать, они не сумели сделать из себя, ну, вот, такой бренд, да, инстаграмный бренд, который может зарабатывать просто своими фотографиями. Причем они говорили, что они даже не заходят в директ, они не отвечают подписчикам, то есть, они вообще просто, ну, самые настоящие модели. Но так как они именно имеют свои аккаунты в инстаграм, то они и, ну, вроде бы как и блогеры, да. И, значит, по другую сторону стола справа сидят жены каких-то мужей, которые зарабатывают очень много денег. Я не знаю, насколько они там олигархи или просто вот, ну, очень состоятельные люди, которые сделали свой капитал в 90-е годы каким-то таким путем, которые потом начали копать в интернете. И, в общем, там и какие-то гробовщики, и не пойми кто. И вот сидят эти женщины. И вы знаете, они представляют, ну, как бы, как Ксения их во всяком случае представила, как светских львиц, как элиту Москвы. Они представляют из себя как бы образованных, умных, интеллигентных, бывалых, достойных всего самого лучшего в этом мире. И что самое лучшее в этом мире? Оказывается, вот так называемые бренды, люксовые бренды. И вот одна из них сидит и рассказывает, как она пришла на какой-то вечер и увидела девушку-диджея в костюме Шанель. Шанель. Вот. И как у нее. И ее это прям вот оскорбило. Прям вот ее это унизило. Прям вот она прям жить дальше не может. Настолько ей это противно. Как это так, что кто-то посмел такое надеть? Тем более, что она-то это купила на честные так называемые деньги, да, мужа. А эти, не пойми кто, получили это в подарок. И как они уравняли ее, вот эту вот диджейку. И вот знаете, и вот когда вот началось вот это вот все, я просто пришла в ужас. Напишите свое мнение. Что вы об этом думаете? Вот вы можете представить, чтобы какая-нибудь настоящая аристократка, истинная, да, я не знаю, там, из английской королевской семьи, да, которая, кстати, нередко носит H&M, Зару, вдруг вот будет вот так вот наезжать на, значит, людей, которые научились как-то зарабатывать, пусть даже там своими фотографиями в полуобнаженном виде, что как они посмели надеть вот такой же наряд. Вот, знаете, немножко 21 век. Дорогие светские львицы, во-первых, вы таковыми сами себя провозгласили, все вы из, наверняка, обычных коммуналок, хрущевок, наверняка из разных городов, то есть ваша светская львистость, она, так сказать, нарисовалась совсем недавно. И вот это и есть вот психология нувариша, психология нувариша, то есть стараться унизить того, который как бы не может ответить. Но эти инстаграмщицы, особенно одна, которая там сидела посередине, ей пальцы в рот не глади, она готова была там всех порубать на винегрет, вот, так что это было, знаете, с одной стороны забавно, с другой стороны неприятно, и с третьей стороны я подумала, боже мой, на что я потратила свое время, а сейчас я записываю ролик, опять я трачу время. Но знаете, мне кажется, что если люди все-таки, ну как бы не будут вот высказывать свое мнение и возмущаться, то вот таких вот взорвавшихся, нуваришей, светских львиц, которые выглядели глупо, вообще просто глупо, даже вот, я не знаю, это было мне лично, было смешно. И знаете, мне единственное, что было неприятно, что вот эти люди считают себя умными, элитой, вообще в принципе так рассуждают. Вот я не могу представить ни одного на самом деле интеллигентного образованного аристократа, можно сказать, да, потому что в моей жизни были знакомые люди, которых на самом деле аристократическое происхождение, я сама не аристократ, нет, нет, но я обычный, обычный человек, вот, не претендую на это. Но у меня были ли знакомые, я вот даже на йоту, я не знаю, на секунду не могу представить, что эти люди когда-нибудь могли бы себя так вести. И я просто, вот, не знаю, нахожусь в шоке, под впечатлением, напишите, что вы об этом думаете. Трудно отформатировать в сознании человека 21 века. Такое ощущение, что люди застряли в каких-то лихих 90-х и продолжают там находиться, при этом вообще не тестируют реальность, считают себя элитой. Ксения, ты баллотировалась в президенты Российской Федерации, показала себя почти что, ну, умным, хорошим человеком, во всяком случае, послушав твои речи на предвыборной кампании, можно было в это поверить. Но я вижу, что Дом-2 это это твоя сущность, что аристократизма фактически, видимо, не осталось в нашей стране, даже у тех, которые считаются по происхождению. Хотя, я думаю, ну, какая тоже она аристократка по происхождению? Что хайп, это наше все, что сейчас только это делает человека популярным, поэтому поэтому Ксения вот этим вот пользуется. Молодые люди, которые вот это смотрят, которых еще не сформировалось сознание, они это впитывают, и они это воспринимают как истину, и вот это, конечно, ужасно. И на этой чудной ноте заканчивается первое видео из рубрики «Завтрак аристократа». Поговорили немножко об аристократах, съели аристократический или аристократичный, напишите, как правильно сказать, бутерброд, и надеюсь, что продолжим эту рубрику. Пишите свое мнение, ставьте лайки, дизлайки, делитесь этим видео, обязательно подписывайтесь на канал, здесь будет очень много интересных роликов, не забывайте нажать на колокольчик, потому что тогда вы точно будете получать оповещения о новом видео, которые я хочу вывести на график вторник, пятница и воскресенье. Не знаю, как это получится, но хочу попробовать. Надеюсь, вы меня в этом поддержите. Ну все, дорогие друзья, увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока!